на что первое обращаете внимание при встрече с новым человеком при встрече с новым человеком всегда улыбка в общении чувство юмора на то насколько человек смотрит глаза когда с тобой общается и скорее всего при первой встрече на сочетании одежды это как человек себя подает и то как он одевается сочетается ли эти два момента или нет для меня это очень важно zero или правда зроу вы им правда тоже но зроу первую очередь главное открытие в уходе за кожей этим летом самое главное наверно эта линейка оба и рояль от герлен и в первую очередь масло сыворотка которую я наношу в утром и вечером хотя можно только раз в день носить я была в огромном шоке потому что на самом деле у меня комбинированная кожа я всегда очень боюсь всего что говорит что у него в составе есть какой-то тип масла но это революция для моей кожи мне никогда не было такой увлажненной нежной свежей кожи каждый день рита топ-3 в вашей косметичке так топ-3 в моей косметичке я могу даже показать первый топ моей косметички который со мной всегда это вот такое масло для кутикулы dior она в моей сумке каждый второй мой топ это вот такая помада глазье это помада которая называется generation g и оттенок джем она такая немножечко вишневая и третий топ моей косметички всегда абсолютно это вот такой крем для рук этот конкретно grown alchemist но вообще любой миниатюрный крем для рук я всегда когда еду в такси куда-нибудь по дороге увлажняю кутикулу увлажняю руки и крашу губы какую книгу должен прочесть каждый мне кажется что каждый человек должен прочесть о генри очень добрые со смыслом повести которая мне кажется учат человечности даже с юного возраста а уже в возрасте постарше очень желательно чтобы можно было прочесть маркеса мне очень нравится его магический реализм не нравится его слог мне кажется что это гениальный абсолютно писатель который создавал невероятные произведения с глубиной с интересом о любви и у человеческих отношениях о жизни и вот маркеса и агенты я рекомендую всем чем проявляется любовь к себе любовь к себе вообще мне кажется проявляется в том чтобы быть в первую очередь внимательным к тому как ты себя ощущаешь чего ты хочешь сейчас помнить что у себя мы действительно должны быть на первом месте любовь к себе это возможность дать себе отдохнуть поспать и любовь к себе мне кажется это в том числе еще и какое-то сострадание по отношению к себе такой же который вы бы проявили к близкому человеку подруге родному потому что достаточно часто мы именно по отношению к себе этого уважения этой легкости не проявляем и мне кажется что ее иногда очень не хватает если бы нужно было выбрать только одно украшение на всю жизнь что это было ну конечно во первых посмотрите меня а во вторых естественно 100 процентов был бы бренд кортье возле которого мы сейчас как раз сидим а безусловно это бы если прямо одно это очень тяжело но это были бы часы пантера карти я не ношу каждый день абсолютно совсем они прекрасно смотрятся с таким обычным расслабленным луками с джинсами я сегодня вечером кстати иду на мероприятие карте и надену его с вечерним платьем поэтому сто процентов пантера карте ей не изменяю я думаю что это разбор гардероба она зачастую первая потому что с разбора гардероба у нас появляется знакомство с клиентом и разбор гардероба очень интимная услуга потому что ты приходишь в место силы в дом человека в котором он очень чувствителен очень восприимчив для него все это ново и ты приходишь как гость и это очень классный момент когда ты знакомишься со своим клиентом когда вы обязательно садитесь выпивать чайок или кофеёчек когда вы в процессе рассматриваете вещи ты узнаешь историю определенных вещей когда вы вместе их перебирать и составляете луки потом после этого обязательно нужно еще раз присесть только уже поесть и в общем ну как вы понимаете фокус здесь на еду это одна из моих любимых услуг какой модный показ ваш самый любимый если честно я уже на самом деле давно на показах не было и последний который мне запомнился и который был просто впечатляющим для меня это показ бренда бевза он был в формате digital он снимался в украине транслировался на весь мир это происходило во времена карантинов когда все было закрыто это был невероятно красивый показ красивое продюсирование очень красивая коллекция я очень люблю украинский бренд бьевза который мне кажется уже во всем мире действительно знаю и у них показано нью-йоркской неделе моды проходят но именно на удивление вот этот digital виртуальный показ мне запомнился больше всего какой предмет гардероба хотели бы начать коллекционировать я думаю что я уже начала я очень люблю сумки и коллекционирую их и собираю свою коллекцию в разных размерах формах разных брендов люблю базовые люблю яркие люблю структурированные мягкие какие угодно я уже кстати на канале видео делала с подборкой своих сумок коллекционирую также обувь причем в большинстве своем особенно в последнее время обувь на низком ходу потому что я просто поняла что каблуки у меня обычно только на выход на каждый день в любой вариации у меня точно низкий ход и то что может быть неожиданностью для некоторых кто недавно подписался на мой канал я коллекционирую яркие сумасшедшие архивные юбки prada потому что мне кажется что это именно тот бренд который делает их идеально я ищу их по различным платформам который продают винтаж и коллекционирую есть разные типы расслабления у меня есть расслабление чтобы словить за но я тогда слушаю и нью есть расслабление чтобы чтобы словить позитивный вайп и я тогда слушаю арету franklin а есть расслабление чтобы было очень хорошее настроение это хочешь креативить творить придумывать и тогда я слушаю куплой жалко тратить деньги на различные бумажные дела я прямо очень сильно не люблю всякую волокиту щита различные коммунальные услуги очень люблю самого детства я помню как детстве у меня бабуля сама заполняла все эти книжки по квартплате какие-то рассчитывал электроэнергию водоснабжение вот это как-то просто очень много мороки вот с этим связано нежелание тратить деньги и жалко тратить деньги на врачей потому что не хотелось бы уходить к врачам хотелось бы просто поддерживать свое здоровье в том состоянии чтобы врачам не нужно было ходить поэтому с точки зрения того что не хотелось бы тратить деньги на врачей потому что в оптимальном сценарии я была бы всегда абсолютно здорово а на что не жалко тратить деньги сразу скажу это на впечатление на удовольствие на подарки другим и на то чтобы помогать людям вокруг посоветовали себе как стилисту в начале пути первое поверить в себя понять что ты на самом деле все можешь несмотря на то что вокруг большинство людей все еще не понимают что это за профессия стилиста и что на ней можно действительно зарабатывать и что у тебя в будущем будет огромное количество класснейших клиентов второе это очень четко сразу заявлять о том кто ты чем ты занимаешься третье постоянно не прекращая повышать свою экспертность получать и снова получать новое образование получать самообразование не останавливаться в развитии и мне кажется самое главное в целом всегда видеть главную дальнюю точку такой свет в конце тоннеля зачем ты это делаешь для чего ты это делаешь и это всегда поможет тебе не останавливаться в те моменты когда может быть сложно в корее 4 любимых бренда любимые бренды это прада зероу это на данный момент бренд кейт американский и это украинский бренд бевса посоветуйте литературу прости моду одна из самых классных книг это достаточно древняя книга иллюстрированная энциклопедия истории моды очень классная очень детальная которая поясняет в принципе эволюцию того как костюм видоизменялся в течение истории человека как слои сходили и как человек в итоге пришел к тому что он носит сейчас и одна из любимых книг моих на все годы я думаю была есть и останется это автобиография грейс кодингтон хочу с огромной радостью объявить что наконец-то в ответ на ваши миллионы запросов директ на сайт на почту нашей команды мы открываем регистрацию на курсы наших лекторов на курс история моды на курс fashion стайлинг а также новый невероятный курс о самых известных модных домах которые повлияли на нынешнюю моду на то какой она является сейчас и все эти лекции приглашенных лекторов ведут невероятные лидеры модной индустрии фэшн-стилист анна гончарова нашу невероятная абсолютно историк моды зоя зенецковская наш новый лектор человек который все знает абсолютно о модных домах это алексей краевский для регистрации на все эти курсы если вам не терпится прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео приветствую вас меня зовут алексей краевский я лектор образовательного проекта модеизм приглашаю вас к курсу лекций 50 имен моды то о чем мы будем говорить это история мировой культуры и моды как ее неотъемлемой части здесь будет и ювелирное искусство и парфюмерия благодаря этому курсу вы не только будете разбираться в модных именах ушедших эпох и нашего времени возможно именно этот курс будет оно замечательным таким вдохновением для вашего творчества или же будет направляющий для того чтобы вы глубже более подробнее узнали о том или ином дизайнере а то или иной коллекции а еще расскажу здесь будет и ювелирное искусство и костюм и парфюмерия этот курс это будет открытое окно в мир моды через историю к современности пройдя этот курс вы будете легко апеллировать именами и забытых модельеров но очень важных для истории ну и очень модных и популярных вы будете легко разбираться в ювелирных терминах и понимать как же принимаются ароматы прошлого актуальные до сих пор в рамках курса будут практические задания которые будут естественно лично проверять и давать рекомендации для того чтобы понимание нашего курса было максимально идеальным давайте же вместе пройдем этот курс посвященной истории и современности мира моды сначала нужно пройти курс стиль для себя а потом уже нет на самом деле я бы не советовала сначала проходить курс стиля себя потом персональный стилист для тех кто хотел бы найти собственный стиль я бы посоветовала брать и курс стиль для себя а потом закрепить его курсом практика стиля вот такой маршрут для тех кто хотел бы стать персональным стилистом я бы посоветовала сначала выбрать курс персональный стилист потом практика стиля чтобы закрепить все на практике а потом еще на самом деле курсом история моды или курс 50 главных имен в мире моды для того чтобы углубить свою насмотренность понимание истории эволюции костюма и знаниями моды начинали свой путь стилиста кем работали до этого я начинала свой путь стилиста исключительно с подруг все произошло по зову сердца потому что я достаточно часто просто ходил с подружками на шоппинг и они у меня постоянно спрашивали что им купить как это сочетать потом разошелся слух что я значит это хорошо делаю и подружки начали советовать меня другим подружкам потом я поняла что мне не хватает уже собственных каких-то просто интуитивных знаний мне нужно получить обучение я получила обучение параллельно продолжала с подружками и подружками подружек все это практиковать потом после того как у меня уже на самом деле были и первые клиенты первые постоянные клиенты я начала работать еще параллельно в модельном агентстве я была букером а потом уже немножечко совладельцем другого модельного агентства и в рамках этого агентства во первых У меня был доступ к фотографам, потому что мы снимали модели. Мы делали съемки для моделей, и я видела, как модели позируют. Поэтому благодаря таким моментам я научилась сама позировать в камере. Я стилизовала этих моделей на тестовые съемки, на более editorial съемки. Поэтому у меня был такой опыт, в том числе фэшн стайлинга. И появилось очень много контактов в мире моды. Опять же, потому что я со всеми, в том числе с заграничными главными редакторами изданий, коммуницировала по почте, а не только. И я продолжала наращивать в этот момент уже, получив образование, обороты с работой с клиентами. Потом я работала с достаточно известным на тот момент стилистом, который меня и обучал, а потом мы вместе с ним преподавали и сотрудничали с Романом Медным. Делали образовательные семинары, вебинары. Я помогала ему в работе с клиентами. И после этого вот так вот все завертелось, что у меня еще и появился Инстаграм, появился Ютуб. На Ютубе начала выпускать ролики. И после того, как начала выпускать ролики и появилась определенная аудитория, я поняла, что нужно в целом иметь возможность распространять еще больше информации на весь мир. После этого меня приглашали в несколько инстанций. В том числе есть такая штука, как культурный проект. Это образовательное учреждение в Киеве, в котором я вела свой курс «Персональный стилист». Также вела курс о стиле в Киев Фэшн Институт, тоже образовательное учреждение. И после этого поняла, что мне хотелось бы сделать свою образовательную платформу, в рамках которой я могла бы достучаться до людей из любой точки мира. Так появилась на тот момент школа «Стайлист», где были только мои курсы. А потом, когда мы уже захотели добавить новых лекторов и расширить программу, мы сделали ребрендинг в модеизм, каким вы его знаете сейчас. Как относитесь к одинаковой одежде на себе и еще на ком-то рядом? Если мы говорим о том, что я увижу, например, на каком-то мероприятии или на улице на человеке что-то, что на мне надето, вообще очень классно. Я сразу вспоминаю момент из сериала «Секс и город», где Саманта была одета так же, как, по-моему, Майли Сайрус. Они вместе были на мероприятии, и Майли Сайрус подошла к Саманте, и они вдвоем начали фотографироваться рядом для папарацци. Мне кажется, что это самый абсолютно классный случай. Одежда одна и та же, на разных людях будет смотреться всегда по-разному, каждый может ее по-своему обыграть. В руках каждого эта одежда определенное и свое уникальное значение имеет. И мне кажется, все равно главный всегда человек, поэтому не важно, похожа на вас одежда или нет. Я такие случаи, наоборот, очень люблю. Пять вещей вне времени. Пять вещей вне времени. Это классическая сумка, структурированная, я бы, конечно же, сказала «РМС Келли». Это классический тренч. Это джинсы прямые, не супер оверсайз, не супер облегающие. Это белая рубашка. И последняя вещь, я думаю, что это вот лоферы. Классические лоферы, такие, как у меня, более с округленным носком, более современные лоферы. Любой тип лоферов на мужчинах, на женщинах абсолютно вне времени вещь, которая со всем сочетается и всем подходит. По вашему мнению, откуда берется безвкусица? Мне кажется, безвкусица – это момент, где пересекается излишнее желание показать какое-то изобилие, быть может, богатство, и нежелание прислушиваться к миру вокруг и узнавать. Когда ты слишком уверен в собственных силах, когда ты хочешь всем показать, какой ты классный, и когда у тебя отсутствует насмотренность. Вот где-то в этом миксе появляется в моем, опять же, субъективном взгляде безвкусица, когда надевается все сразу, когда это носится все сразу, и оно носится не как китч нарочитый, для того, чтобы это выглядело немножко по-цирковому прикольно, а носится для того, чтобы, как в некоторых странах, принято надеть все сразу. Если ты вышел, и с тобой муж разводится, то все, что на тебе надето, я знаю, что в некоторых мусульманских странах такой обычай, что все, что на тебе надето, то ты с собой и забираешь. Поэтому для меня, скорее, безвкусица – это нежелание быть открытым к миру, узнавать новое и увеличивать насмотренность. Как вы храните аксессуары? Аксессуары храню в специальном таком ящичке. Если мы говорим про украшения, для каждого украшения есть свой слот, есть место для калет, есть место для часов, есть место для браслетов, чтобы потом за ними нужно было меньше ухаживать, чтобы они сохраняли свой внешний вид прекрасный. Сумки храню в гардеробной, аккуратно расставленные друг рядом с другом. Обувь также храню в гардеробной. В принципе, все это хранится у меня в гардеробной. И в целом за каждой вещью стараюсь немножечко хотя бы следить. Я не очень аккуратна, если честно, вообще владелец всевозможных сумок и обуви. Я все очень быстро убиваю. Но в плане хранения я зачастую расставляю их по цветовой гамме, если это сумки или обувь, и по сезону. Рядом ставлю, например, обувь низкого хода, обувь на каблуках отдельно. И тоже касается аксессуаров. Самые частые какие-то свои украшения я оставляю где-то в зоне самой доступной, потому что я их постоянно надеваю. Свит-шоты с названием бренда. Ну почему же? На самом деле мне нравится, если правильно это употребить, если не носить все с лого, если не использовать логоманию в изобилии, если носить ее с умом, если этот свит-шот надеться какими-то оверсайз джинсами, как на мне сегодня, с лоферами, а сверху, например, такой же кожаный тренч, это будет смотреться аккуратно и красиво. Просто есть определенные бренды, лого которых мне нравится, а есть бренды, лого которых мне не нравится, поэтому тут зависит только, наверное, от бренда. Как нашли свое призвание? Ну, в целом направление, наверное, того, чем я хочу заниматься, я давно чувствовала. Нашла свое призвание, получается, что очень постепенно и достаточно, но относительно случайно, потому что, опять же, как я уже говорила, фактически инициаторами моих стилистических услуг сначала стали мои же подруги, которые меня же вдохновили сделать из этого профессиональное дело, профессиональный бизнес. Поэтому это была часть случая, часть наития, часть моей уже существующей любви к моде, которая потом превратилась в дело всей жизни. От покупки каких вещей или аксессуаров получаете эйфорию? Я больше всего люблю покупать сумки. Наверное, если мы говорим про аксессуары, сумки — это самый топ. Обувь даже не так доставляет мне, как сумки. Вот покупка сумки делает мой день. Покупка сумки, которая мне нравится, понимает настроение. Я сразу вижу миллион различных сочетаний, которые можно сделать в рамках своего гардероба. Вот это плюс покупка украшений. Я вообще в последнее время, если честно, больше даже сфокусировалась именно на ювелирных украшениях, потому что это те позиции, которые вечны со мной, которые очень часто в обороте. Например, сейчас на мне исключительно, кроме вот этого украшения, на мне сейчас кортье, а само украшение миу-миу. И это те штуки, которые сочетаются абсолютно со всем моим гардеробом. Часы пантера-кортье я ношу каждый день, и несмотря на то, что они со мной уже несколько лет, они все так же приносят мне удовольствие. Поэтому если посмотреть на количество носок тех или иных вещей, то ювелирные украшения вообще вне конкуренции. Икона стиля 90 для вас. Лично для меня, вопреки всем возможным иконам, самый классный и интересный стиль был у двух человек. Первая и главная из них это Гвинет Пелтроу. Практически все ее образы мне очень-очень нравятся и импонируют. И на самом деле ее платье полу, трикотажное, которое она надевала на выход с Брэдом Питтом, стало вдохновителем для платья полу, которое я сделала в нашей коллекции с брендом Джул. Вторая девушка это Кэролин Бессетт Кеннеди на 100%. Это главный, по-моему, вдохновитель бренда The Row. Она меня тоже очень вдохновляет. Ее стиль вне времени. И она безумно утонченная, классная, легчайшая по настроению, по подаче девушка. Что последнее вас порадовало? Последнее меня порадовал ближайший выход фильма о Дюна и осознание того, что можно будет сходить в кино на этот фильм. Потому что в связи со всевозможными локдаунами и карантинами очень долго я, в принципе, просто не была в кинотеатре. Поэтому само понимание того, что я смогу прийти в кинотеатр с попкорником, закинуть ноги куда-то, расслабиться в огромном кресле и провести два часа с друзьями за просмотром невероятно масштабного экрана фильма, которого я очень жду, вот это меня очень порадовало. Друзья, вот такой сегодня был экспериментальный ролик. Я думаю, что мы планируем, на самом деле, намного больше для вас снимать нетипичного контента, контента на улице. Я планирую снимать для вас шоппинг-обзоры в магазинах, челленджи и так далее. Пишите в комментариях внизу, что, может быть, вам было бы интересно в моем исполнении. Или, может быть, у вас после сегодняшнего видео появились еще какие-то вопросы. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Субтитры создавал DimaTorzok